И по закону вроде все правят, и все вроде все сделают, а результата нет. А раз результат нет, что мы здесь занимаемся, так-так, ну давайте уйдем отсюда, пусть мы кто-нибудь другой придется, что ли, который там будет эффективным, какими-то другими методами там работать. Если мы с подрядчиками не можем, ну не знаю, как надо там его там, я не знаю, подрядчику там, не знаю, целовать его может быть надо во что-то там, я не знаю, там, хвалить там, грамотно давать там. У нас на днях приезжал Балакова депутат Государственной Думы Николай Васильевич Панков, да, и он сказал о том, что на следующий год будет планируется выделение, будет добиваться выделение средств порядка 120 миллионов по тротуару, и в преддверии такой хорошей новости, да, тоже бы хотелось бы выразить определенные опасения, как же мы будем реализовывать такие большие проекты. Ввиду вот даже вот берем пешеходный Балаков, да, мы в настоящее время видим, как этот проект реализовывается у нас в городе Балаково, да, и пешеходный Балаково подразумевал финансирование там 25 миллионов, из этих 25 миллионов, 12,5 миллионов у нас. Это было финансирование, связанное с нашими заявками от кругов, и по факту мы видим, что работы должны были быть закончены 1 сентября. На сегодняшний момент, мы так понимаем, там меньше половины, наверное, этих работ выполнено, и как бы перспектива выполнения их тоже такая не совсем радужная, хотя, ну, по сути, да, 12,5 миллионов, и если все получится, то 120 миллионов на следующий год. Павел Степанович Канатов и Мидор Федорович Мамедов, которые говорят о том, что, ну, мы претензии выставляем подрядчику, там, штрафы, ну, так как штрафы, там, несоизмеримые с ценой контракта, поэтому, ну, подрядчик чаще всего просто на них не обращает внимания, либо они такие, ну, безобидные для их финансирования. Претензионная работа, да, вот мне кажется, она у нас вообще неэффективна. У нас сам неоднократно был свидетелем, когда на встрече с теми же жителями, с подрядчиками у нас, как-то странно, позицию занимает отделу дорожного хозяйства не позицию жителей, да, а не позицию депутатов. Почему-то все время выстраиваются отношения все-таки такие с подрядчиками, постоянно защищаем подрядчиков, вместо того, чтобы выставлять им претензии. В итоге, из-за того, что у нас руководитель управления дорожного хозяйства не дорабатывает, у нас депутаты краснеют перед жителями, у нас глава района краснеет перед жителями за отсутствие этой работы. Я просто, ну, не знаю, если мы даже в таких мелочах прокалываемся, то, как мы говорить будем, кого мы подведем в итоге, там, в последующем. У нас, Эмиль Рафаэлович, я так понимаю, там, два года назад на работу, когда вас брали, я так понял, что, ну, там, понятно, ставка была сделана, наверное, не на хозяйственный опыт, а на какую-то юридическую подоплю, потому что, если я не ошибаюсь, вы работали консультантом муниципального заказа, да. Наверное, это было решение такое, связанное именно с тем, что у нас будут составляться грамотные муниципальные заказы, у нас контролируют тех задания, грамотно будет отслеживаться работа и выборы подрядчиков. Ну, на сегодняшний момент, вот, такое ощущение, что, ну, как это, у нас, Вячеслав Викторович Володин, там, с Панковым добиваются там финансирования дополнительного на, в том числе и на Балаковский район, а по факту, как бы, все претензии из-за того, что не дорабатывают отдельные руководители, у нас все претензии в итоге навозят. Но это, мне кажется, не совсем правильно. Поэтому, в связи с этим, тоже хочу сказать о том, что, ну, не знаю, у нас там до Нового года вроде есть время еще, да, там, показать свою работу. Но вот в плане претензионной работы, работы с подрядчиком, я считаю, что работа отдела УДХВ и руководителя, она вообще неэффективна. Сейчас мы можем, конечно, послушать доводы и Павла Степановича Канатова, и Эмилия Рафаиловича, но, как бы, доводы доводами, но, наверное, основной критерий эффективной работы – это выполненная работа. Процент выполнения какой по этой организации? Сроки, я так понимаю, две недели, три недели уже мы, как бы, проехали. Первого сентября. Вот. Какой процент выполнения и какие санкции в соответствии с конкурсной документацией мы, как, ну, вы, как заказчики, можете применить к подрядчикам? По тротуарам, которые, по магистральным тротуарам, выполнены все, кроме ямочного ремонта на тротуаре, ну, там есть по трем тротуарам, по двум замечания и экспертизы. Ну, почти 100, да? Да, но там переделываются. Ну, не, 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 несколько участков необходимо переделываться. А наши? А наши, по депутатским? По депутатским. 16 ведутся, 15 выполнены, 35 не приступили. Не приступили? 35 не приступили. А всего сколько? Это 35, 32, 67. 30 раз. 50, 60. 66. Вот, получается, реально, а как он за две недели собирается 70% сделать? За три. За три. На данный момент неустойка по одному контракту составляет, то есть, если мы говорим на сегодняшний день, 40 774 рубля. Если мы говорим о втором контракте, как называемый депутатский тротуар, 37 277. 12 миллионов 30 тысяч. По спортивным площадкам. По спортивным площадкам, как было выделено, утверждена сумма финансирования, был проведен аукцион. К сожалению, да, выбор подрядчиков, как часто хотелось бы, не подвластен ни управлением дорожным хозяйством, ни иным структурным организациям, которые находятся на территории Российской Федерации. Следующий подрядчиков прямой контракт был или тоже согласно Затомову? Следующий подрядчиков обязательно был простой договор, причем я хочу подчеркнуть, что в связи с... То есть, не было второго подрядчика? Разрешите, продолжим и закончу. Причем в связи с пониманием ситуации, что сроки уже поджимают, что первый подрядчик оказался недобросовестным, был разделен данный объект, был разделен на несколько видов работы. Соответственно, по одним видам работа с одним заключенным подрядчиком, по другим с другим. На данный момент спортивные площадки... Прямыми договорами, правильно? Да. Прямыми договорами, что у вас смущает? Нет, мне не смущает, когда это говорили, что согласно от 44-го, от Апатуре, наговорили мне совершенную историю, что только аукцион, но оказывается, можно и прямыми договорами. Не более 5%, не более 5% мы не нарушаем, можете проверить. Причем, что самое интересное, нас проверяло контрольный счет в полкане. Они сразу же не заключаются прямыми договорами. А в связи с экономией бюджетных средств, я надеюсь, какую-то информацию нам предоставьте по этому договору, который срок 1 сентября истекся с вашей претензионной работой. Да, хорошо. По спецавтотрансу и по словам, что Управление дарно-хозяйства и в целом администрация занимает позицию подрядчика, а не людей. То есть, как администрация не привязывается, вы подводите своего родства, водитель Александр Александрович, и он на каждом совещании отвечает за работу, в том числе и этой организации. Мы все выслушали претензии, но жителей, наверное, это мало интересует. У меня будет конкретный вопрос. Я основываюсь на ваших словах, что нет работников и так далее. Я полагаю, что, наверное, все условия контрактные, у вас нет ресурсов выполнен, да? Не рассматриваете или вы тогда можете привлечения каких-то субподрядных организаций? Потому что через месяц пойдет дождь, погодные условия, и у нас останется опять все это... В течение трех недель мы все закроем. Привлекли подрядные организации. У нас 4 бригады сейчас работают. Ну вот и посмотрим. То есть 3 недели у вас, и у вас все 100%? Как бы это все эти процессы получили за 3 недели? Мы депутаты, которые непосредственно общаемся с жителями ежедневно. Эффекта нет. Вот о чем мы говорим в первую очередь. Результат не устраивает никому. И в первую очередь не устраивает никто, о чем? В организации. В организации труда. Вы говорили до этого, что прошли по округам все пешеходные дорожки, встречались с помощниками, с депутатами. Но я не знаю, в новом округе такого не было. Как-то я это упустил, или я не знаю, или вы это самое забыли наш округ. Страх такая, пешеходная дорожка, которая ведет через перемычку. Мы 2 года добивались вот этой пешеходной дорожки. Жители на публичный слушали, ходили. 1 год включили, выбросили. 2 год включили, выбросили. Светы вот такие вот лежали. Где были указаны бордюры, поручни сходные в начале и в конце. В этом году сказали, да, сделают. Люди обрадовались. Бордюры там не менялись. Практически там нет. Поручни не поставили. Просто заасфальтировали все. Может быть, к асфальту претензий нет. Но претензии именно в том плане. Почему вы сделали? По-своему, а не так, как было изначально заводчиком. Просто ваёр уже чуть-чуть не дождался. Мы еще и тротуар не приняли. Потому что если мы сейчас установим поручень, я вывод не принялся. Ну, что он заводит, не прочли, не проверил. Вы же говорите, ходили. Анатолий Николаевич Сергеенко, инспектор дорожного отдела, лично с вами был на месте. Где? Кто вам сказал? Вам у меня амнезии нет? Вы что говорите? Не знаю, не могу сказать. Не надо варить и пушили. Выполняйте свою работу. Украшаем количество.